Ты как всегда Солнце круто Дару я городу Кипучий новый день И я спешу К тебе в красивой нашей форме И все девчонки Улыбаются мне вслед Я твой студент Я про Петровский горный Национальный горный Университет В этом видео занятии Мы рассмотрим Аналитический метод Исследования кинематики Кривошипно-кулисного механизма В качестве примера Принят кривошипно-кулисный механизм Одноцилиндрового компрессора Ранее В одном из предыдущих видео уроков Рассматривался Кинематический анализ Подобного механизма Графоаналитическим методом С этим видеоматериалом Можно ознакомиться Перейдя по ссылке Указанной на экране Горизонтальный Одноцилиндровый компрессор Простого действия Предназначен для сжатия Воздушной смеси И подачи ее В напорную магистраль Рычажный механизм состоит Из кривошипа 1 Кулисного камня 2 Кулисы 3 Шатуна 4 Ползуна 5 Примем следующие размеры звеньев Входное звено Вращается с постоянной частотой Которая в нашем примере Принята равной 130 оборотов в минуту Этой частоте соответствует угловая скорость Омега 1 Равная 13,61 секунда в минус первой Решим первую задачу кинематического анализа Определим положение звеньев В данном видеозанятии Работа выполняется в программе Маткат Широко известную простотой интерфейса И универсальностью Используем 11-ю версию этой программы Вводим геометрические параметры механизма в метрах Поместим начало координат в точку А Тогда координаты точки О следующие Примем значение угла φ1 Например, 60 градусов Найдем длину отрезка ОБ Из треугольника АБО Длина которого изменяется при изменении угла φ1 Далее найдем неизвестные углы φ3, φ4 Если спроектировать отрезки АБ и ОБ на ось Х То получим Отсюда найдем φ3 Если спроектировать отрезки АО, ОЦ и ЦД на ось ординат То получим φ4 Теперь можем найти длину отрезка АД Как сумму проекции на горизонтальную ось отрезков ОЦ и ЦД Исследование кинематики циклового механизма Удобно начинать с плана механизма Соответствующего одному из крайних положений выходного звена Таких положений выходного ползуна 2 правая и левая В этом случае кривошип перпендикулярен кулисе Найдем угол φ1 Соответствующий крайнему правому положению ползуна Обозначим его φ1 М1 Из прямоугольного треугольника ОАБ Легко определяется этот угол Который равен 343,9 градуса Левое крайнее положение характеризуется углом φ1 М2 Найдем значение этого угла Из того же треугольника ОАБ Этот угол равен 196,1 градуса Примем в качестве начального положения кривошипа Положение, соответствующее крайнему правому положению ползуна То есть φ1 М1 равный 343,9 градуса Запишем небольшую подпрограммку С помощью которой будем изменять значение угла φ1 Через равные промежутки Например, в 60 градусов Значение n будет определять номер положения кривошипа Изменяя n от 1 до 6 Мы тем самым заставляем кривошип совершать полный оборот Знак равенства с тремя черточками в маткаде Позволяет располагать значение n в любой части программы Для n равным 5, например Угол φ1 принимает значение 103,9 градуса Тогда остальные неизвестные принимают следующие значения Таким образом, можно составить таблицу результатов Геометрического анализа механизма За один оборот входного кривошипа Таблица 1 Значения параметров в третьем и четвертом положении кривошипа Мало отличаются Поэтому представлены с большей точностью Для аналитического определения кинематических параметров механизма Удобно представлять рычажные звенья соответствующими векторами Направления векторов выбираются произвольно Обозначим векторы Положение на плоскости каждого вектора Будет определяться углом между вектором и положительной полуосью абсцисс Как это принято в механике Положительные углы откладываются в направлении против хода часовой стрелки L3 это вектор, заменяющий кулису ОЦ L3.1 соответственно изменяемый отрезок ОБ Угол φ0 равен 90 градусам В данном занятии мы будем представлять векторы координатным способом При φ1 равном 60 градусов они будут выглядеть следующим образом L1, L3, L4, L0, L31 и L5 Итак, мы будем работать с векторами Например, вектор L Где x, y и z соответственно координаты вектора В программе MatCAD будет задан так Более компактной представляется запись этого же вектора в транспонированном виде В MatCAD транспонирование осуществляется одновременным нажатием клавиш Ctrl и 1 Клавиша 1 обязательно нажимается только на основном буквенно-цифровом блоке При исследовании плоских рычажных механизмов Оперируют в основном двухмерными векторами У которых аппликата равна нулю Таким способом представляются векторы скорости, ускорения, силы и т.д. А такие векторы, как угловая скорость ω или крутящий момент t Будут иметь отличные от нуля только аппликату Например, вектор угловой скорости с модулем 15,6 секунда в первой степени Направленный против хода часовой стрелки запишется так Тоже, но по ходу часовой стрелки Например, точку с координатами 3,2 в метрах представим вектором d А угловую скорость этого вектора ω с аппликата минус 17 секунда минус первой степени То линейная скорость v, его конца, определится как векторное произведение указанных векторов в метрах в секунду Аналогично нормальное ускорение этой точки определится как векторное произведение векторов угловой и линейной скоростей в метрах в секунду в квадрате Тангенциальное ускорение этого вектора можно определить, если известен вектор углового ускорения ε Как векторное произведение в метрах в секунду в квадрате Далее исследуем поведение линейных и угловых скоростей механизма за цикл его работы Примем в качестве начального положения кривошипа положение, соответствующее крайнему правому положению ползуна То есть φ1m1 равный 343,9 градуса Значение угла φ1 будем вычислять по известному нам выражению Изменяя n от 1 до 6 Покажем последовательность вычислений Например, при n равном 2, при котором угол φ1 равен 283,9 градуса Напомним, что значение ω1 равно минус 13,6 секунда в минус первой или как вектор Начнем с точки В В точке В данного механизма различают три точки А именно В1 принадлежит кривошипу АВ В2 к кулисному камню 2 В3 принадлежит к кулисе ОЦ Точки В1 и В2 совпадают, поэтому в дальнейшем будем эту точку обозначать В1 Кривошип вращается вокруг точки А с постоянной угловой скоростью Поэтому линейная скорость точки В1 определяется как векторное произведение векторов угловой скорости омега-1 и вектора L1 И она равна 1,36 метров в секунду Определим скорость точки В3, принадлежащей к кулисе ОЦ Для ее нахождения воспользуемся известным векторным уравнением Это уравнение в программе MatCat решаем численно с помощью блока GivenFind Зададим начальное предближение абсцисс неизвестных векторов скоростей равными единице Далее следует служебное слово Given После слова Given записываем векторное уравнение Решение которого находится с помощью служебного слова Find Находим значение абсцисс искомых векторов Теперь можем найти вектор скорости точки В3 и вектор относительной скорости В3, В1 Вектор скорости точки С находим с помощью теоремы подобия Угловую скорость кулисы Омега-3 находим из следующего уравнения Далее аналогичным образом найдем линейную скорость точки D Принадлежащей ползуну из следующего векторного уравнения Действуем уже известным нам способом Итак, мы получили вектор скорости точки D и вектор относительной скорости DC В заключение находим угловую скорость шатуна DC Результаты линейных и угловых скоростей механизма Определяем ускорение точки B1, принадлежащей кривошипу AB Как векторное произведение векторов Омега-1 и VB1 Вычисления продолжаем выполнять для плана механизма, соответствующего второму положению кривошипа Для нахождения ускорения точки B3, принадлежащей кулисе, запишем два векторных уравнения В первом уравнении АК B3, B1, кориолесовое ускорение точки B3 относительно B1 АР B3, B1, релятивное ускорение точки B3 относительно B1 Во втором уравнении АН B3О и АТАУ B3О Соответственно, нормальное и тангенциальное ускорение точки B3 относительно точки О Определим векторы кориолесового и нормального ускорения по известным векторным уравнениям Релятивное АР B3, B1 и тангенциальное АТАУ B3О ускорение найдем, приравняв правые части векторных уравнений В полученном векторном уравнении неизвестными будут абсциссы векторов АР B3, B1 и АТАУ B3О Их находим с помощью блока GivenFind Получаем векторы АР B3, B1 и АТАУ B3О Теперь можем найти вектор ускорения точки B3 Вектор ускорения точки C находим с помощью теоремы подобия Далее аналогичным образом найдем линейное ускорение точки D Используя следующее векторное уравнение Действуем уже известным нам способом Сначала определим нормальную составляющую относительного ускорения АНДЦ Далее из векторного уравнения найдем неизвестные абсциссы векторов АД и АТАУ ДЦ Используя блок GivenFind А затем находим тангенциальное ускорение АТАУ ДЦ Итак, мы получили вектор ускорения точки D В заключение находим угловые ускорения 3 и 4 звеньев из следующих векторных уравнений АТАУ Б3О и АТАУ ДЦ нами были определены ранее Сначала определим ε3 Используем тот же блок GivenFind А затем ε4 Результаты линейных и угловых ускорений механизма для 6 положений кривошипа Сведем в таблицу 3 Таким образом, в этом видеозанятии мы рассмотрели аналитический метод исследования кинематики кривошипно-кулисного механизма Ты, как всегда, встречаешь в первом утро А с тем твоих бежит ночная тень И над тобой взлетает солнце круто Даруя городу кипучи... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok